Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире «Столица Нижней». О главных событиях к этому часу расскажу я, Антон Ганин и мои коллеги. А сегодня в выпуске. Акцент на социальный бизнес. Руководство Нижнего Новгорода и представители регионального профильного министерства обсудили с предпринимателями реализованные проекты. Получат ли они продолжение? Известный российский адвокат, экс-омбудсмен по правам ребенка Павел Астахов провел бесплатный мастер-класс для нижегородских предпринимателей. Латвийские художники визуализировали встречу с самим собой. В Нижегородском арсенале открылась новая выставка современного искусства. Заместитель главы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов провел встречу с представителями социального бизнеса и представителями профильного министерства. В неформальной обстановке обсудили основные проблемы, которые мешают развитию проектов. Они реализуются в сфере образования, медицины и других общественно важных нишах. Бизнесмены жалуются на высокие ставки по кредитам и низкую информированность среди жителей города и области. Представители власти обещают им помочь в рамках программы развития предпринимательства, которую недавно приняли в городской думе. Есть инструменты, достаточно простые для нас, но очень ценные для социально-ориентированного предпринимательства. Ряд мер мы уже договорились предпринять совместных. Я думаю, что это даст всплеск социального предпринимательства. Ну а для нас это еще и визитная карточка города. То есть, а как мы относимся к социально ответственному бизнесу, а как мы опосредованно через социально-общественный бизнес работаем с теми, кто действительно нуждается в помощи. Мы будем активно использовать и свою инфраструктуру для поддержки. Это обучающие программы, они для них тоже необходимы. Это финансовая поддержка, в том числе в виде дешевых кредитных ресурсов. Мы очень рады на сегодня, что Нижний Новгород присоединился к нам в этой работе. Они приняли программу поддержки предпринимательства в Нижнем Новгороде, потому что это крупнейший наш муниципалитет. Категория людей, которые пользуются, это чаще всего пожилые люди. Не все еще умеют пользоваться интернетом. Соответственно, не хватает информации именно для данной категории людей. Накануне известный российский адвокат, экс-омбудсмен по правам ребенка Павел Астахов также дал советы по ведению бизнеса. Он приехал в Нижний Новгород с бесплатным мастер-классом для нижегородских предпринимателей и студентов. В художественном музее он прочитал лекцию «Секреты безопасности бизнеса. Инвестиции в будущее». Астахов рассказал, как противостоять попыткам рейдерского захвата, как вести себя во время проверок контрольно-надзорных органов и методах борьбы с ключевыми IT-угрозами. Он также привел примеры частных случаев и обсудил с присутствующими меры по защите компании. В моей практике было очень много интересных и разных дел. И исходя из этой практики, уже наработанной годами и, можно сказать, выстраданной, и в судах, и в следственных различных учреждениях, и просто в гражданско-правых процедурах, я предлагаю некие методики, которые, на мой взгляд, уже доказали свою состоятельность, хотя бы потому, что они внедрялись моими доверителями, моими клиентами, которых я представлял. И считывая то, что в Нижегородском регионе слишком большой груз рисков для бизнеса на сегодняшний день существует, мы с уполномоченным по защите прав предпринимателей именно так это оцениваем на сегодняшний день. Очень важно, чтобы предприниматели имели возможность грамотно, профессионально, компетентно решать вопросы защиты своего бизнеса и снижать вот эти риски. В Нижнем Новгороде открылся 31-й Пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства. Он продлится до 27 ноября и порадует меломанов лучшими спектаклями театра с участием солистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Накануне нижегородцы услышали одноактные оперы Моцарта и Сальери, Римского-Корсакова и Олега Рахманинова. На открытие побывала Екатерина Анисимова. Фестиваль открывают нижегородцы. На сцене театра опера Римского-Корского по трагедии Александра Сергеевича Пушкина «Моцарт и Сальери» в постановке режиссера Дмитрия Суханова. Произведение было написано поэтом в Болдине. В основе сюжета – гибель Моцарта. По версии Пушкина, его из зависти отравляют друг Сальери. Классика есть классика. Но режиссер все-таки вносит небольшие изменения. Реквием здесь звучит в начале. Что он там поэт? Он же поэт, а мы будем делать, если Моцарт останется жив. Не он, что будет делать, а что мы будем делать. Все мы. А его избрали, чтобы он убрал этого Моцарта. Он оправдывает себя. Понимаете? И в то же самое время, после того, как он все-таки совершает этот поступок, я сделал все, чтобы он сожалел об этом на сцене. Партию Сальери, самую большую в опере, исполняет актер Виктор Ряузов. Для него это далеко не дебют. Роль играет уже в третий раз. И каждый раз получает от этого новые ощущения. Мне в этой постановке уютнее находиться в атмосфере этих декораций, если честно. Они как-то больше настраивают на образ. Но и в прошлой постановке, и в этой задача очень сложная психологически и драматически. Для меня, как для актера, для исполнителя. Продумать весь монолог, очень длинный большой монолог. Я ныне зависит, я завидую глубоко, мучительно завидую. Лучшие спектакли театра будут проходить ежедневно, вплоть до закрытия фестиваля. В выходные нижегородцы услышат оперу Евгения Онегин с участием солиста Михайловского театра Санкт-Петербурга. Екатерина Нисьмова, Георгий Захаров, столица Нижней. В Нижегородском арсенале открылась новая выставка «Встреча с самим собой». В экспозиции представлены работы латвийских художников, наполненные мистикой и эзотерикой. Выставку произведений современного искусства разбавили норвежским джазом. Концерт прошел в другом крыле выставочного комплекса. Все подробности в сюжете Юлии Серебряковой. «Встреча с самим собой» – одна из самых неприятных. Так говорил известный психиатр Карл Юнг. Латвийские художники, пользуясь терминологией создателя аналитической психологии, тоже решили заглянуть в себя и организовали выставку. В экспозиции – космические сюжеты с элементами мистики. «Это абсолютно вымышленная история. Именно поэтому это такой образ, который складывается в голове художника. То ли это наше будущее, то ли это наше прошлое. То есть мы видим какие-то фрагменты прошлого, как пирамиды, как будто какие-то древние боги. А с другой стороны, это может быть и будущим, потому что здесь есть фрагменты НЛО». Именно эта работа художника Фишерса выставлялась на форуме Мирового искусства Венецианской биеннале. Встречу с самим собой латвийские авторы видят не только в эзотерике, но и в реальных местах. Для этого была создана своеобразная тайная комната. Работа еще одного латвийского художника представляет собой видеоинсталляцию из семи окон. Автор говорит о том, что не так важно видеть то, что происходит в данный момент. Гораздо важнее погрузиться в эту атмосферу, стать частью инсталляции и полюбить не предмет, а процесс наблюдения. Обращаются к природе и другие авторы. Что может быть естественнее, чем прогулка по лесу или прыжок в воду? Бегство от урбанистики к природе, к поиску гармонии. Такой вполне себе современный тренд, о котором мы все думаем. И это все сделано полностью вручную из пластилина. Самый сильный эмоциональный эффект на зрителей производит кинетическая инсталляция Вальдемара Йоханссона. К тонким гранитным табличкам прикреплены датчики. Ионизированные частицы взаимодействуют с гранитом, и при ударе о них слышны звуки. Датчик ударяет по пластинке, и в природной последовательности создается такая серия звуков. Поэтому можно, с одной стороны, послушать, а с другой стороны, звук всегда разный, меняется. В другом крыле здания звучит скандинавский джаз. В концертной программе произведений норвежской и нижегородской групп. Это какая-то прохлада, холод, минимализм, какая-то широта обычно. Лично ли меня такое ощущение эта музыка вызывает? То, что играет сейчас, вот таким вот концерт, называется современная импровизационная музыка. Она чуть более широкого понятия, но там можно найти фри джаз совершенно тональный, можно найти людей, которые делают какие-то ковера, какие-то что-то, работают над стандартными, со стандартными, такой мейнстрим, со стандартными импровизациями. Можно найти людей, которые пытаются писать какой-то такой импровизационный лаунж. То есть сейчас понятие импровизационной музыки стало чуть более шире, чем джаз. Первые концерты трио «Ёнуса» прошли на престижных сценах Москвы и Санкт-Петербурга. В Нижнем Новгороде они представляют свое творчество впервые. Холодная нордическая музыка нравится нижегородцам. У трио появляются новые поклонники. Юлия Серебрякова, Андрей Панов. Столица Нижней. Это все новости к этому часу. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова